Друзья, я буду мыть посуду и разговаривать с вами. Так что у меня на голове. Такое я не ношу, потому что хвост плохо закреплен. Резинка слабо держит. Ну ладно. Это я пыталась сделать такую круглую шишечку. Причетку из-за бублик. Так, в общем, записала только что влог. Он оказался такой, без болтологии практически. Снимала несколько фактов в течение вчерашнего дня, поэтому решила дополнить. В тот день, когда я говорила, что меня взбесило один факт, что-то муравьи так ползают, этот кошмар какой-то. Что-то они нашли, опять что-то едят. Я отвлекаюсь, но это прям такое отвращение такое. Называется. Ну тут что-то в раковине нецеледобное. Как раковину вычистить. У нас нету чистящих средств. Камера фокусируется. Ну, ваша сама фокусируется. Так, упрямая, да? Видите, для освещения ей недостаточно, чтобы понять. Так. Чум я остановилась. Нет чистящих средств. Поэтому я, например, я не знаю, как здесь сделать так, чтобы муравьи не ползли. Но они всегда что-нибудь находят. На днях я сумку обнаружила, что они в мою сумку наладили экспедицию. Трафик такой организовали. Оказалось, после прогулки у нас осталась печенька детская пачки. Я ее положила в сумку и забыла оттуда вытащить. И тут же муравьи наладили четкий трафик. Не знаю, куда они тащат. Мы пытались просудить, а они то в дырку в полу. В общем, где-то сидит у них мать царица. Они ее горят. Значит, у нас Арслан. Я как-то говорила в каком-то видео, когда он свой канал открывал. Говорила, что... Я такими словами не говорила, но сейчас мне почему-то напрашивается такое идиоматическое выражение, что у него ушило в задницу. Он не может сидеть долго. На одном месте он не может долго заниматься чем-то одним. Ему надо все время менять рог деятельности. И вот здесь его в Нячанге категорически не устраивает. Вакансии, которые здесь имеются. Про промоутеры я уже говорила. Вот. Значит. И он собрался на месяц уехать. Не скажу куда, пока не доедет до места, не буду говорить. Но вы уж меня... Я надеюсь на ваше понимание, что вы не будете обижаться, тем более, что скоро вы знаете. на заработки. На заработки. Ну, гнетет... Заставляет его делать не только ошило в заднице, кредит. То, что они сейчас купили новую квартиру, на которую взяли кредит родители моей невестки. и вообще нужно поскорее рассчитаться, чтобы на пожилых людях не висело данные долговые обязательства. Денег, который зарабатывает СССР, хватает на жизнь, на оплату жития и еду. А что-то большее нужно... Ну, вообще, надо сказать, СССР даже и приоделась чуть-чуть. Ну, и для работы нужна была одежда. Пришлось купить. Пришлось пойти на эти работы. Вот. Может быть, я немножечко что-то... Говорю больше, чем это нужно. Ну, в общем, я так коротко освещаю. Надеюсь, ничьих тайн не выдала. Надеюсь, всё... Мои сообщения не сочтут некорректными. Так. Ну, вот такая пока что новость. И мы с СССР останемся здесь вдвоём, вернее, втроём с Кляткой. Вечерами и ночами мы будем с Намикой оставаться вдвоём. Вот. Другая новость у нас... Ну, тоже не новость. Я говорила вам, что у нас... А, нет, не говорила. Я вам не говорила. Уходящий год обезьяны, огненной обезьяны. А... Он ещё не ушёл. По... Восточному... По нашему календарю. Оказался годом потери для меня техники. И не только для меня, как видите. В этом году я потеряла... У меня окончательно перестал работать ноутбук. Который я повредила сама же. Прорез на него жидкость для снятия лака. В 2013 году. И он столько времени продержался. И сейчас всё-таки окончательно погорел. Возможно, что-то дополнительное жидкость. А такое вполне возможно было. Пропитала микросхемы и... Победила их начать. Я лишилась смартфона. Так же из-за того, что... Хотя вся техника должна была сгореть. Какая-то огненная обезьяна. Но она... Горит странным образом. Сначала её заливают водой. Паспорт обгорел тоже не в этом году. Не в году обезьяны. Но, тем не менее... Впоследствии... Этого... Меня настигли... В 2016 году. Так-то... Дальше что? Ну, уже здесь, в Нячанзе, вы видели. Я благополучно залила... Ноутбук. И... Недавно... Входили в мастерскую. И... Вердикт вынесли, что он вообще не подлежит ремонту. И даже жесткий диск. На который мы надеялись. Там были... Видео... Снятые на экшн-камеру. Не залиты ещё никуда. Вот, к сожалению, да... Из-за того, что был низкий трафик. Слабая скорость интернета. Мы не залили... Ну, я бы залила. Я бы всё залила. Потому что знаю, что... Лучше всё залить в интернет. Где-то пусть... Пусть там сохранится. Потому что... Техника, которая у тебя... Она... С ней может случиться всё, что угодно. Но у меня уже есть такой опыт. Поэтому я сразу же... Я все свои видеофайлы заливаю на YouTube. Так что, если кто-то войдёт в мой аккаунт... Разгадает пароль. Кто... Сможет увидеть... Сколько у меня... У меня... Кроме опубликованных, есть масса неопубликованных. То есть, все-все файлы, из которых я монтирую видео, Они все у меня есть в YouTube. В аккаунте YouTube. Это... Как бы сказать так... На облако заливать... Видите, облака у них ограниченные размеры. Там два-три раза зальёшь. И приходится выполнять какие-нибудь действия. Чтобы тебе... Бесплатное облако расширили. Ну, дали ещё. Все вот эти сервисы... Облачные. Они все не бесплатные. Я вроде бы всё возможное задействовала. Всё, что было доступно бесплатно. Я все эти места заняла уже своими. Вот. Поэтому YouTube получается безграничное в этом... В смысле безлимитное пространство. Так. Что ещё? Значит... При мне же... Может быть благодаря мне, а может быть и нет. Мне кажется, что я тут ни при чём. Но хотя я уже ничего не исключаю. Может быть это и я виновата. Вылетая из Бангкока в Хо Ши Ми, мы потеряли смартфон. Единственный, который у нас в дом на руках. И мы обращались в службу аэропорта Хо Ши Мина. Также сейчас мы находимся в стадии обращения в службу аэропорта в Бангкоке. Но пока что нет положительного ответа, что наш смартфон найден. Так мы не надеясь это, не дожидаясь, заказали... Мои дети заказали смартфон здесь вот на Лазаде. Купили его. Кое-как и то со второго раза. Первый раз никто не прислал. Потому что покупатель этому интернет-магазину неизвестен, не проверенный. И они даже палец за палец не ударили, чтобы выслать. Потому что доставка у них здесь бесплатная. Нашли человека, надежного покупателя, проверенного покупателя, которому Лазаде... Лазаде это такой интернет-магазин всего на свете во Вьетнаме. Лазаде выслала смартфон. И этот смартфон был поврежден 1 января в ночном клубе. Кем-то неизвестным. Кто-то сел на рюкзак и раздавил вот это стекло тачскрин. Здесь его нигде нет. В Коши Мини его даже нет. Смотрели вообще. И в общем то, что нам нужно тачскрин без лишних. Там тачскрин с чем-то еще. Именно к этому телефону. С чем-то в комплекте. И очень дорого. То есть какой-то лишней детали, которая у нас целая. Которая не нуждается в замене. А именно тачскрин отдельно есть только на Алиэкспрессе. Или еще где-то. В общем по-моему они с Алиэкспресса заказали. Опять же через кого-то. Через кого-то, кто уже знает эту дорожку. Кто заказывал отсюда именно на Алиэкспрессе. Если я где-то неточность опускаю, то это не принципиально, я думаю. Так, что еще? Что-то еще я опустила. Вот эта камера тоже, как видите. Съездить один раз с ней на байкал, я повредила объектив. И вчера она у меня тоже заела. Стоит один раз ходить на море. Почему-то туда каким-то образом забивает песок. Хотя я его не роняю в песок. Ну грунт. Все-таки когда с ребенком, да. Песок я роняла. Этот раз я тоже роняла именно с ребенком. Короче я всегда нахожу виноватую. Вот. Вот такая обитация техники. Хотя я всегда о себе было такого мнения, что я настолько человек бережливый. Что у меня техника один раз приобретается. Ну техника и не техника вещи вообще. Приобретается один раз и практически на всю жизнь. Но к сожалению техники это не касается. Тут еще нужно иметь какой-то дар. Видимо я все-таки не аккуратная. Недостаточно уважительно отношусь к технике. Видимо слишком я с ней по-свойски. Она немножко с уважением. Ну и потом может быть техника женщин не будет. Тоже есть такое мнение. Может быть некоторые элементы этого тоже есть в этом. А материалисты скажут, что просто надо аккуратно обращаться к технике. Вот и все. И ни при чем тут то, что ты баба. Ни при чем тут, что год обезьяны. Все очень просто. Ну ладно. Этот влог я наверное закончу. Здесь в этом влоге наверное вы уже увидели сегодня утром записанное что-то. Не помню даже что. Вот. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии, советы. Что вы думаете об этом по этому поводу. И хочу предупредить, что поскольку я немножечко взбешена, этими обстоятельствами моя терпимость немного поменьше. Поэтому если мне что-то не понравится, какие-то комментарии. Это не касается моих постоянных зрителей. А таких забежавших случайно я буду удалять. Все. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok